В другой оповести пентологии «Тревожное счастье» Ивана Шемякина «Ночная зорница» рассказывается про лезголовной героини Саши Трояновой в годы Великой Отчинной войны, про разгортывание подпольной и партазанской бородьбы на Беларуси. Саша застается с дачкой Лены на окупованной территории, прамая активный удел в змагане с врагом. Разом с братом Даником и иншими подпольщиками она выполняет самые небеспечные задания. Характер Саши особливо ярко проявился в эпизоде, коли она, выполняющая партазанское доручение, должна была выдавать пораненого комиссара за своего мужа. Партизанский комиссаром был наставник Владимир Иванович Лялькевич, який еще до войны рабил Саши про панову выйти за его замуж. Про взаимодносины Саши с Лялькевичем письменник правдиво, эмоцийно, психологично, обостренно показал, что тяжкости войны ускладились и моральными выпрабываниями. Саша с годностью пройшла про святые выпрабывания, не пачла за обставинами, выстояла, заховала верность близким. Не раз трапляла она в драматичное остановище, не раз зазирала ее в очи смерть. Ненависть до ворога, глопоты тревога за дитя, за мужа, за меньшего брата, да помогают ее долить страх, знасти силы для боротьбы. У гады суровый час незменно засталася верность у каханья, пищоты до маленькой дачцы. У ночных зорницах письменник створил досыц складанный психологичный в образ женщины, мать и партизанки, мужные и охвярные, сумленные и глубокочеловечные. Пропануем урывок заповести «Ночные зорницы». Житте в оккупации По-разному, оно начиналось для людей, и на початку мила свои особливости, свои отметные рисы у городах и селах. Частково гэта залежала от оккупанта. Мэта у них была одна – организация улады Амаля Днольковая, и большинство керавников нового аппаратку выконывали загады фюреру с докладностью автомату. Тупые расисты, человека-ненавистники, починали с террору, с массовых забойств. Однако были и такие большеразумные и хитрые, якие спробывали проводить политику перника, заигрывания и демагогичных обецаний, особенно у относенных селянств. Таким чином оккупационные улады мили пылную плыву на форму взаимоотносин помеж людьми. Смесь життя, яху пульс возначался ильшим – настроем народа. А настрой был всюды аднольковый – ненависть да прошивцу. Народ, який веду волю, счастье, не мог ни на хвилину схилить головы перед захопниками. Народ взмагауся. Субтитры создавал DimaTorzok